Международный год зернобобовых был организован в соответствии с принятой на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции РС 68-231. Проведение Международного года зернобобовых инициировано с целью повышения осведомленности общественности о питательной ценности зернобобовых культур в рамках устойчивого производства продовольствия, направленного на обеспечение продовольственной безопасности и питания. Проведение года зернобобовых культур должно привести к повышению доли белков, получаемых из зернобобовых, совершенствованию севооборота зернобобовых культур, увеличению их мирового производства. Международный год зернобобовых стартовал 10 ноября 2015 года. О начале Международного года зернобобовых было официально объявлено в Риме в штаб-квартире и продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. Генеральный директор ФАЭЖАЗЕ ГРАСАНУ ДАСИЛВА провозгласил начало Международного года зернобобовых посадив в горшок несколько зерен ФАВЫ. В своей речи глава ФАЭЗ заявил, что зернобобовые могут внести значительный вклад в решение проблем голода, недоедания, экологических проблем в улучшении здоровья человека. Говоря о пользе гороха, фасоли и других зернобобовых было сказано, что они являются отличной и более дешевой альтернативой животному белку и идеальным продуктом для улучшения рациона питания населения. При этом питательная ценность зернобобовых недооценивается. Зернобобовые превосходят злаковые по содержанию белка. Зернобобовые богаты микроэлементами, аминокислотами и витаминами группы B. Высокое содержание железа и цинка делает зернобобовые мощным инструментом борьбы с анемией. Зернобобовые культуры практически не содержат жиров, они богаты растворимой клетчаткой. Систематическое потребление зернобобовых способствует снижению уровня холестерина, нормализации пищеварения.